Приветствую вас! Давайте посмотрим на вашу проблему с точки зрения профессиональной психотерапии. Вы пишете, что оглядываетесь в прошлое и не радуетесь тому, что есть настоящим. Не радуетесь тому, что есть настоящим, хотя этому действительно стоит радоваться. Так, по крайней мере, говорите вы. Это проблема. Это серьезная проблема. Как начать радоваться настоящему тому, что есть здесь и сейчас, и перестать оглядываться в прошлом, перестать оглядываться в прошлое, да? И, наконец-то, уже уйти в настоящее, целиком и полностью. Профессиональной терапии, с точки зрения профессиональной психотерапии, здесь бы уместно сперва поставить вопрос. Что вы готовы сделать, для того, чтобы это произошло? На какие усилия вы готовы пойти, чтобы решить свою проблему? А сколько времени вы готовы потратить на это? И для чего вам этот результат? Это первое. Потому что, если человек говорит, что я осознаю свою проблему настолько серьезной, что готов потратить на нее один час, ну, это, на мой взгляд, весьма и весьма проблематично. На мой взгляд, это весьма и весьма странная позиция. То есть, даже не столько странная, сколько, ну, просто, скажем так, малоэффективная позиция, если угодно. Называть это так. Дальше. С позиции профессиональной психотерапии идет подбор оптимального метода для вас по решению данной проблемы. Для этого выясняются такие аспекты, как экзистенциальная позиция, восприятие себя, восприятие других, ваши жизненные, ваши жизненные установки, ваши семейные, значит, ну, семейный генезис, так сказать. Вот. Все это выясняется. В обязательном, опять же, в обязательном порядке. Вот. Все это нуждается в выяснении. После чего проблема начинается в процессе решаться. Поскольку здесь затрагивается аспект прошлого, то, очевидно, имеют место быть какие-то непережитые, не оставленные в прошлом переживания. Переживания, моменты, обстоятельства и так далее, которые вам необходимо пережить. Делается это через так называемую проработку. Очень любимое психологами слово и не любимое клиентами, потому что клиенты не понимают, что это значит. А проработка в буквальном смысле означает, что мы снова и снова будем возвращаться туда в те времена, которые вас удерживают и снова и снова будем их переживать до тех пор, пока вы не сможете смотреть на это объективно, нейтрально и относиться к этому тоже адекватно. Вот. Но дело не только в прошлом. Как это не как бы это не печально звучало. Дело не только в прошлом, дело еще все же и в настоящем. То есть есть у вас, у вас есть в настоящем видимо что-то такое, что вас не устраивает, что вам не по душе. Вот. И это стимулирует вас к тому, чтобы вы обращали свое внимание именно туда. Именно туда, именно в прошлом. А значит, подкорректировать нужно не только опыт прошлого, но и опыт настоящего. И вот только через данную работу вы сможете решить свою проблему. как именно лучше это делать? Через транзактный анализ, через гештальтерапию, через психоаналитический подход, через когнитивный момент. Это, конечно, уже нужно будет выяснять. Но просто потому, что мы не знаем какой вы человек и что конкретно подойдет вам, скажем так, лучше. Вот так можно ответить на ваш вопрос с точки зрения насчет ну ага, с точки зрения профессиональной терапии терапии. С точки зрения профессиональной психотерапии. Если вы думаете, что у вас получится это сделать самостоятельно, вы правы. Вы правы. У вас вполне может получиться это сделать самостоятельно. но только при одном небольшом условии. А именно если вы потратите на это очень много времени и если вы ну готовы будете нажать нажать к риску того, что вам может стать хуже. Такое, к сожалению, тоже бывает. Вот и все. то можно ответить вам с позиции психотерапии. Ибо я, например, например, я, да, я не знаю, что для вас, например, да, ну какой, какая, какая, например, позиция, да, для вас является, ну, вот, в большей степени приемлемой. Да? Вот. Я не знаю, какой вы человек. я не знаю, я не знаю, и я не могу знать этого. Какой способ работы вам подойдет лучше. Понимаете? Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, нужно все-таки исходить и именно из ваших собственных, значит, предпочтений, из ваших собственных предрасположенностей к тому, что больше вам подходит. Дабы это не было, ну, знаете, просто там, скажем, тыканье в небо. Вот. Но, но, для начала я прошу вас подумать над тем, что вы готовы, именно готовы, сделать для того, чтобы эта ситуация стала реальной. Я прошу вас на эту тему подумать. Потому что, если вы не готовы ничего делать для того, чтобы эта ситуация стала реальной, то помочь вам я боюсь не смогу. Ну, здесь не только я не смогу помочь, да, но и в общем и целом мои коллеги тоже вам помочь не смогут. Никак. К сожалению. Вот. Соответственно, соответственно, вот так можно вам ответить на ваши вопросы. То есть, способы, способы решения проблем, они вот такие. Заходите вы решать эти проблемы или нет, или не захотите. Это уже ваш выбор. Но если захотите, то вам нужно будет выбрать себе эксперта, вот, которому бы вы доверились, которому бы вы рассказали все, что вас волнует, и с ним уже, с этим экспертом, вы бы двигались бы к разрешению своих трудностей. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.